доброго времени суток дорогие крабы с вами портал goodgame.ru и рубрика best replays 21 выпуск покер очко цифра стоящая особняком во многих карточных играх в общем всех поздравляем с этим новым совершеннолетием нашей рубрики потому что как известно в 21 года разрешается там чего-то по моему пить и курить вот сейчас мы этим и займемся на протяжении всего ролика у нас противостояние самого миролюбивого характера орочи миррор как известно орки на орке это самый пацифистский матчап в варкрафте поскольку убить друг друга не представляется решительно никакой возможности посудите сами spirit link жирные юниты хил от shadow hunter и просто невероятная живучесть каждого каждого отдельно взятого персонажа на поле сражения превращает этот матчап ну совершенно невыносимо тягостный но здесь будет наверняка не так правда сейчас я буду вместе с вами смотреть в режиме live поэтому давайте знакомиться под орг сто процентов у нас справа слева его соперник госу который играет без бараков мы сразу можем это заметить по торг отправляет разведку на верхние респауны но что без барака что это может быть это может быть либо поздний барак лесопилка или лесопилка застройка какая-нибудь это может быть быстрый тир-2 это кстати по судя по всему немцы это может быть быстрый так здесь у нас форсир от поторка это очень интересно орки редко пользуются да это быстрый тит и возможно и лесопилка здесь есть все я думаю что это будут будет какая-то застройка с катапультами мой клинок жаждет крови на тир-2 посмотрим маг здесь у нас и в барсе когда барсик кстати говоря заказывает не по торг а госу это в его алтаре у нас готовится выйти форсир но в общем герой олдскульный для орков герой который когда-то был номер один ворочем пуле но прошло время и соответственно сейчас блэйд мастер вышел во главу угла стал дегемоном в выборе первого героя среди игроков за орков но барсик обладает несколькими важными спеллами во первых у него есть отличные два самона волки которые могут бесконечно хорастить экономику помогают крепится также у него есть ченнелинг спелл очень чайник он же шок вейв который распространяется до на несколько целей по цепочке чайником можно наносить урон по нескольким юнитом ну и соответственно также у него есть глаз прозрения который никто никогда не берет возможность просветить куда выбранную область хотя против блэйда возможно не самый бесполезный спелл но и на шестом левеле что будет на шестом левеле не очень интересно поскольку поскольку но там у него по моему входа землетрясение вулкан в общем трясется земля вокруг и уничтожает все здания и юнитов вот но здесь барсик против блэйд мастера битва года самое главное интересно что же дальше задумал наш красноухий орк будем называть синеухим и красноухим двух этих визави на карте ну я практически уверен что мы увидим какую-то какой-то из видов застройки возможно он возьмет вторым героем нагу доказалось бы против блэйда это довольно странный выбор но ведь пока что барсук не дает блэйд мастеру качаться он всячески натравливает на него своих цепных псов и они бегают кусают блэйда за пятки лают вокруг него распугивают крипов в общем задача барсика здесь не прокачаться а именно вот что такое что это за лаги что это было делу сделано очень странные лаги кстати очень странные лаги я не уверен что ну ладно вроде у меня видео идет плавно но при этом лаги какие-то на картинке звук идет видео идет дорожка она не тормозит а это еще один вариант это застройка с файлордом и масс с умонами по моему это какая-то древняя уроча стратегия но у меня лаги просто сплошные я не понимаю так и должно быть или нет давайте еще немножечко потерпим это дело безобразие но судя по всему проблема вот сейчас вроде отпустила да окей значит застройка с большим количеством саммонов лесопилка нужна для вышек и снова лагает ведь звук идет нормально а картинка тормозит плейдмастер вгрызся в барсика и не хватило ему а вот они где лаги понятно а теперь все ясно значит это слабое место форсира неустойчивость к выживанию и снова лагает да что такое и блэдмастер конечно даже там не будучи сильно раскачанного 2 левела может запросто навешать барсику люлей короче говоря очень важный момент поскольку поторка отсрочил тайминг выхода госу к его базе с рабочими с вышками и прочими делами и улучшил себе время для того чтобы вышел shadow hunter для того чтобы здесь эти райдеры ну скоро пойдет застройка вы не сомневайтесь а тут с двух стоп ну тут что-то совершенно феерически паранормальное происходят это 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 полная полный сюрреализм и психоделика короче зачем-то райдеры и зачем-то я так понимаю нет все-таки застройка должна бежать главное чтобы он взял рабочих с собой ну иначе зачем была лесопилка вот внимание вопрос для для масс наших телезрителей зачем ты строишь лесопилку если ты ничего из нее не при помощи нее не заказываешь так приходим с бесполезной лесопилкой райдерами двумя героями уничтожать здание значит здесь должен выйти shadow hunter самой на довольно бодро расстрелить первое что нужно сделать пату это уничтожить огненных олемов а вот сетка и лима расстреливают блэйд мастера будет какой-то хил shadow hunter или он хекс взял shadow hunter пока молодой пока он определялся погиб его соратник в бою ну и ладно так нет все прекрасно хорошо атака райдерами сетки да все все великолепно вопрос на кой тебе лесопилка была нужна это вопрос который меня до сих пор терзает атака по алтарю сейчас его срубят я практически этом не сомневаюсь в сетках рабы не могут чинить алтарь и не так на прошлом стриме севой мэйн убили раскидав сетки по всем рабочим до неприятная ситуация ладно это такая стратегия не знаю он лесопилку поставил чтобы лес быстрее добывался черт его разберет ну есть такая штука до быстрый грейд и за счет быстрого грейда раннего выхода второго героя там прийти в тайминг когда у соперника только-только начинают заказываться тир-два юнита и снести ему здание с райдерами которые появляются у госу быстрее по умолчанию давить грейд у него завершился тоже быстрее но может быть действительно лесопилка нужна была для ускоренной добычи леса не знаю вот здесь отстраивается алтарь в глубине гранты конечно против райдеров стоят превосходно нужно их запирать нужно просто бить те кто подходит ну а райдеры закидывают сетка мигрантов и вот при помощи суммонов выгрызают одного за другим этих урочих синих бугаев да здесь никакого пацифизма здесь смертушка смертушка друзья повсюду 2 левел получает shadow hunter а blade master до сих пор ну вот может быть как-то в таверну его не знаю как-то послать какого-нибудь гонца так спасаем гранта захиливаем его здорово берет змейки кстати говоря что дохантер для того чтобы как-то отковыряться от этого налома спирит волкер выходит сейчас будет полегче если там до грейда на диспл доживем то там можно будет и самонов по дисплейте спирит линк понакладывать чтобы не так быстро гранты падали в общем как-то потихонечку-потихонечку отковыриваться но судя по всему красный вы знаете вот у меня такое ощущение складывается что у него вообще никакой подкрепа нет и он ничего не достраивает тире потерял несколько райдеров новых я не вижу главное сейчас зулка со своей свитой не сражаться в чистом поле потому что здесь будет работать hit and run явился по твоему зову но я это если бы были у красного орка райдеры безусловно так а так можно да ну вот пришли два новых райдера hit and run сеточка и начинаем снова по одному отлавливать грантов блэд мастер заказан и в общем как-то пережил этот навал и этот кризис пэт орк сто процентов что же будете а здесь да вот не не погибали райдера он их отводил молодец играет на тир-3 на тир-3 что появится у орка который играет в стратегию развода с райдерами причем это довольно странная стратегия развода с райдерами потому что в суть ее заключается в том чтобы прибегать райдерами и убивать здание пока соперник уходит на клип а здесь соперника из базы не выпускают и продолжают здание одно за другим выштамповывать при помощи райдеров видите здесь не знаю на тир-3 появится ну что арба которая в общем-то не очень-то и нужно дпс в этом войске нет бетон огонь битрайдеры с огнем минотавры знаю быстрая нычка ну в общем поживем и видим понять задумку красного орка пока решительно невозможно но вот блэд мастер наконец вышел правда не успел огреть свои сабли по спине волка на котором сидел наездник и волк улетел на т.п. но райдеров довольно много сохранил госу поэтому стоит ставить здание вот так я бы не стал на месте да вот госу что у госу 50 лимита great night r3 огромная тима райдеров сохраненных что очень здорово я бы все-таки на месте на месте пэта как-то пытался в глубине базы здание ставить производящие потому что он снова лишится довольно быстро ну а здесь shadow hunter второго левела я вот не пойму с чем spirit link пошел с с хилом или с с хилом или с хексом вот 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 в чем вопрос ни одного хила я пока не видел хекс возможно нужен для того чтобы хотя там сетки 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 и не трудно будет убить героя да ну и что еще один выход great night r3 заканчивается и для нас сущая загадка что же приготовил на этом кир 3 своему сопернику госу ну вот он бежит у пэта 35 лимита у госу 50 его явно видно визуально больше и он готов уничтожать здание в первую очередь ну вот да 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 это райдеры скорее всего уже изучен грабеж я практически в этом не сомневаюсь и убегаем да ну я думаю что все таки будет какая-то нычка потому что обычно такие разводы хороши именно с экспандом blade master выжирает большой бутылек снова получает сетку тяжело ему конечно здесь его хилят на последние деньги третьего левела и второй хил и blade master стоит в инвизе в сетке никуда не может выйти знаете это просто жуть и кошмар так без церемонно с блэдом еще не обращались ни в одной игре на моей памяти как какой-то как у какого-то знаете перепела по поймали в силки и мордует большими огромными саблями педняга blade ну и снова минус алтарь как жить как сражаться непонятно непонятно что делать такого но очевидно нужны вышки были не здание наверное нужно было строить снова в центре базы точнее на переднем краю базы а нужно было ставить башни и как-то за счет вышек пытаться эти набеги рейдерский захват как в 90 практически понимаете как каким-то образом контрить спирит волкер это конечно здорово у них есть петлинг но мы видим что он не сильно помогает когда в blade master вгрызаются сразу 9 волчек всадников два героя и саммоны ну и продолжает просто наглым образом уничтожать здание своему врагу госу сейчас будет минус минус барак и все просто нет куда брать юнитов больше здесь было взять да и сдаться потому что сейчас уже в мэйн вгрызается очень неплохо контролит райдеров своих госу отводит раненых одного правда потерял но какой ценой цена была слишком высока за этого райдера отдано поэтому еще один райдер должен умереть нет уходят они довольно мобильные и что делать там в глубине вот последнее здание то это обитель духов и вот продолжает он штамповать спирит волкеров черт его знает я бы знаете каких-нибудь наклепал троллей знахарей с ловушками вот я то что толком не уверен ловушка у троллей знахарей появляется на тир-3 или на тир-2 потому что если на тир-2 то нужно срочно клепать троллей знахарей ставить ловушки чтобы райдеры не могли так спокойно фривольно лупцевать своими огромными елдами по ура чем здание ну ситуация конечно патовая у пета у пата ситуация абсолютно и ему не позавидуешь 1600 голды здесь надо нычку закладывать на самом деле но по-моему две минут минотаврица до ставится да это я узнаю эти здания это кажется действительно логово минотавров но нычку надо заказать реализовать эту голду госу который в общем-то наслаждается игрой правда вот я не знаю каким чудом честно я так и не понял каким образом блэйдмастер стал третьим потому что райдеры практически не гибли и под практически не крепился но сейчас в гостик по госу точнее в гости к пату придут еще и минотавры вот для чего был tier 3 но шкатулку я бы все-таки крайне рекомендовал быстро закрепить точку воспользовавшись люфтом времени а мы что будем крепить красную точку в принципе наверное закрепит конечно волки на разведке это кстати очень важный момент ну переучивается shadow hunter ему до нужен хекс наверное как-то с другой стороны тут опять сетки понимаете вот бедные гранты они они терпели от сеток своего оппонента так еще и крепы накидывают сетки несчастная вот вся армия пэта она вся чувствует себя какой-то мойвой блин во время рыболовного трала они все в сетях посмотрите жизнь рабов практически и снова минус 2 гранта но слишком сильно кормят конечно соперника а три грейда на дэмэдж естественно понятно у райдеров для того чтобы быстрее уничтожать здания здесь вы играет на бетон какой-нибудь да наверное не знаю орку нужен но до него дожить еще нужно поскольку он появляется только на tier 3 но я имею ввиду по то конечно и вот снова блэйд мастер не учится на ошибках выжирает хил сразу же врубает инвул и надо ему отступать я просто не понимаю вот сетка конечно это им балансная штука потому что она получается но она она создает detection юниту в инвизи и это им баланс конечно полный просто обнаруживать ведь раскрывается блэйд мастер он вин волки но при этом стоит его все видят его все лупцуют полупрозрачного это им баланс кое как на винт волки он забегает назад снова юзает пузырек и тут приходят минотавры внезапно понимаете но блэйд мастер который хотя бы может атаковать это уже совсем другой калинкор потому что райдеры они довольно битые и кстати говоря может быть минотавры не лучшее решение потому что там спирт волкера с магической атакой но просто построил самого сильного юнита в игре госу и решил тем временем конечно снова минус там пачка райдеров и с другой стороны снова минусе произведящее здание именно тавры начинают дубинами а вот она застройка да но тут все все способы воздействия морально нейропсихологического воздействия на своего противника используют госу он его и райдерами харасил и коровами атаковал и самонами убивал и в сетке хватал еще и вдобавок всему вышки строят блэйд мастер понимая что сеток почти не осталось начинает нарезать получает хил но два минотавра с пульвер райзом посмотрите как больно там еще и получил он всем на голову спелл от фаерлорда который не позволяет кастовать любые свои заклинания и блэйд даже и виндволк не смог уйти возможно у него и мана там уже на виндволк не было но тем не менее как бы то ни было вот фаерлорд качнул эту штуку не помню как называется но в общем есть она вешается метка на героя соперника и какое-то время это такой персональный сайленс только этот сайленс не диспелится он не позволяет кастовать и заклинания тем временем вышки с бетоном уже до грейдились достроились и начинают обстреливать мэйн пату я не знаю мне кажется после этой игры потом нужно признать орочим великомучеником потому что он 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 страдает всю игру ему больно и плохо его истязают в самыми различными методами какая-то просто святая инквизиция какая-то экзекуция происходит на глазах у нас это этот ролик запрещен к просмотру детей и младших младше 18 лет точнее не детей а людей младше 18 лет не бывает детей старше 18 лет да хотя нет бывает например я судя по тому что все еще играю в варкрафт в 34 года так ну право же а дополнительная головная боль появляется у пата теперь ему постоянно требуется экстра лес для того чтобы перманентно вычинивать вычинивать мэйн по которому стреляют вышки да плюс еще непонятно как выходить из базы да уриена с пульверайзом ну и там шкатулка наверное должна быть уже у госу как-то тут надо ее поставить нужен экспанс закрепиться уже чтобы там кстати скоро рудники закончится так что понимали каких левелов 3 город напали судя по тому сколько раз они убивали блэйд мастера они там должны быть уже 5 учитывая что еще и грантов просто по целую тьму перебили юниты госу но как-то вот пока что не такой высокий левел а блэйд мастер уже почти 4 да ну как вышки с бетона убивать до одним блэйдом не убьешь извин волка один удар сделать потом тебя просто застрелит вот здесь бы я бы честно говоря барсику прокачал тот самый глаз чайник особо не нужен здесь наверное а вот глаз чтобы постоянно детектить и скаутить блэйд мастера будет в самый раз так снова не там какие-то проблемы видимо но и на жалкие явился по нашему зову явился по твоему зову на жалкие ошметки остатка форочей базы синего зеленокожего ой 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 недоконтролил спирит волкера приходит с добиванием здесь рабочие видимо они думают что они пизан пизанты могут пару пауэр билдом построить нычку там рудник скорее всего уже закончился да вот собственно говоря добрый вечер на последний закладывается нычка а пат остается вообще без инкома без какого-либо вот кроме тех жалких грошей которые блэйд мастер там в переходе на отжимает у школьников хрипов может быть песню споет может ему кто подать бросит в шапку в общем блэйд пока на паперке пытается выключить у прохожих немножечко денежек голодным поросятам а поросята стоят на базе не могут из нее выйти ну и здесь казалось бы слушайте но я смотрю с вами как собственно в режиме life я тоже впервые вижу все что происходит для меня интрига но ведь это гол 3 плей поэтому я надеюсь что так все не закончится хотя вот здесь наверное это одна из самых одна из безвыходных ситуаций за всю историю рубрики которую мы с вами наблюдали потому что инкома нет ты застроен огромным количеством вышек тебя проблевают минотавры соперник поставил экспант у него просто все карты в руках вот действительно непонятно как как здесь можно будет выиграть но наверное наверное как-то можно будет здесь дисплеем постоянно самонов грамотность перед волкерами нужно уводить их в можно уводить их в форму в астрал в астрал в астрал его в астрал хорошо ну и жмутся уже к самым 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 вот елкам последнему лесу прижимают несчастного пата у него блэйд мастер там где-то в таверне что-то пытается сделать 4 левела shadow hunter нет у него приюта вообще а здесь блэйд обнаружил нычку и начинает под минус спирт волкер и начинает нет ничего не начинает он бы мог отменить экспант но слишком великодушен видимо он просто насобирал где-то вот тут смотрите как грамотно под лыжками встали битыми на тавра блэйд может добивать хекс давай 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 блэйд блэйд давай еще чуть-чуть хекс и минус минус а фаерлорд нету маны на винт волку блэйда за счет у него большой бутылек продам она вот как да правильно инвул и под инвулом надо вырубить еще пару коров но все равно как это тебе поможет там барсик добил корову проказник ухо на последний хп хилл влетает живительный в блэйд мастера и приезжаю приезжает катапульта но вы понимаете что но это это очень депрессивная игра для пата это просто стресс это постоянное угнетение его подавляют бомбардируют насилуют доминируют просто гос на карте и вот последнее пристанище синего орка это вот там за базой где вырубленные леса уже на опушке жалкие остатки армии они обсуждают план дальнейшего своего выживания и честно говоря все это напоминает уже все вайвал хоррор для пата потому что выйти из базы не может инкам у него нет и только блэйд один единственный диверсант продолжает свою подрывную деятельность и сейчас врубает по спине пару раз барсика здесь вышка ставится можно на рабочих подняться единственный шанс наверно каким-то макаром пережить ой там там выход там выход боже мой половина спирит волкеров он потерял там судя по всему на выходе идет идет убивать экспант а экспант уже добывает и ну минотавров давно же можно было полечить можно было магазин построить возле вышек и тут катапульты и вгрызается отменяет вышки зачем-то я не знаю что делать что делает гос он давно мог поставить магазин выхилит минотавров и не позволить про харассить свою базу у него постоянный инкам а здесь 119 голды ты и саплай блок понимаете ну я думаю даже если под сейчас убьет своему визави мэйн экспант добывающую базу данный отменят он все равно никак вышки не пробреет вот чем вот чем проблема он вышки никак не пробреет под героями жуть какая творится блайду нужен пятый левел пока криты слишком слабые для минотавров но у него большой бутылёк есть правда шедохантер там бачком как-то проходит ну да всю базу уже разрушили вышки не достреливают до последних рубежей до тыловых зданий орка и в этих тыловых зданиях укрываются женщины дети слабо обездоленные истерзанные вот этим вот бесчеловечным нападением осадой которая длится уже 26 минут орочи дети плачут на грудь своих орочих мама как узнают скупую зеленую слезу так блэйд последняя надежда с инвулом 5 левела здесь село конечно логово это наш метод начинает отменять но здесь барсику нужно прийти и сколько в ману блэйда на один винт волк возможно барсик сможет его волками там каким-то образом захарасить чайником у госу кстати есть деньги на воскрешение фаерлорда он почему-то этого не делает а у пата есть деньги только на то чтобы помолиться да это узнаем расценки современных храмов наверное и этого не хватит и на это не хватит блэйдмайзер врубает инвул начинает выносить единственную катапульту которая все еще издалека шмаляет по зданиям здорово получает хилку и вот так вот на героях неужели он как-то на героях отковыряется но я не верю матери божья ну ну из этого невозможно из этой ситуации невозможно вытащить у госу 440 голды да герой почему-то в алтаре я не понимаю почему он у него скрешает волки на патруле это какая-то какая-то ужас творится блэйдмастер приходит на мэйн никого там не видит и кажется открыт сезон охота на барсика фарсирка каким образом это все произошло я вообще не понимаю куда он потерял всю свою армию блэйдмастер на последних таких на последних блэйдмастер просто сейчас навалит люлей там 5 левела с х и 5 левела blade барсик всего 3 потому что красную руку уничтожал здание а синюю руку уничтожал его юнитов диспл волков а то канычки так где барсик где барсе куда он куда где где фарсир но еще одна катапульта приезжает еще одна катапульта уничтожает еще одну вышку остаются два логова здесь есть мастерская судя по всему нет иначе можно было попробовать подрывниками и уничтожить слушайте да это просто какой-то страх божий но тем не менее вы знаете это катапульта не жилец на счету это подъехала вплотную видим унизить рабочих но потерпела сама чинят чинят катапульту изо всех сил но крит вылетает у блэйда минус катапульта да куда пошел таурену явно вы знаете просто не то что расстроился просто растерялся теряет еще и таурена растерялся каким-то невероятным образом это происходит но ну косу совершенно обескуражен у нашеломлен происходящимся у него было все ну как можно было так бездарно профукать 34 таурена не выхилят и герой не воскресить господи чайника можно убить кстати сейчас спиртволкера чайника можно бить спиртволкера что ты делаешь барсик там блэйд мастер тебя просто спару плюх сейчас отправят про отцам ну а здесь минус нычка гораздо вот понимаете гораздо раньше мог поставить экспанса шкатулки не нужно было заказывать его долго нужно было поставить шкатулки и здесь а поставить его в в общем на 9 часах орку красному да и в это время осаждать и там у него было была возможность спокойно поставить миллион вышек и все что угодно ну и самое главное но зачем сейчас строить катапульты против 5 блэйда который под хилом не умрет никогда даже под фокусом вышек он быстрее убьет катапульту и самое главное у меня последний но последний вопрос куда делась вся армия ладно ты слил райдеров на этой бар на этой атаке ну куда делись таурены ёшкин дрын почему ты их не хилял почему ты не построил не построил вот все что ему нужно было то например построить троллей знахарей с тотемами массовой хилкой и все стоишь от просто одного тролля знахар держишь подвышкой ставишь массовую хилку хиляешь тауренов деньги были все было ну каким-то честно я бы хотел пересмотреть эту демку я наверно это сделаю но уже без без стрима без записи видео я вообще не понимаю куда делась армия у госу ну а теперь ситуация вы знаете довольно довольно аховая дело в том что остались до два последних здания у пата и он не может далеко убегать у него нет ресурсов на то чтобы долго их чинить я не помню вот голда тратится на починку или нет у него 709 леса но зато у него есть блэйд маста 5 левела у него есть shadow hunter 5 левела который поможет блэйду выжить атака в кату но все-таки вышки очень сурово жалят был блэйд мастера тем не менее под шумок начинать потихонечку собирать золото госу не воскрешает фаерлорда не знаю то есть может быть он сейчас уже не нужен если честно самое главное что до блэйду нужно как-то убить катапульт и тогда возможно быстро не падут логово и так снова вгрызается в катапульту блэйд мастера рабы и и начинают дико отхиливать до цукцванг такой да говоря шахматными терминами но вот здесь видите под шумок рабочие таскают золото и блэйд мастер боится выйти из базы потому что если он потеряет логово игра закончится соответственно я думаю что барсик вот при нынешней экономической ситуации форсир ничего не может сделать соперником он не может далеко уходить от вышек иначе его блэйд мастер принят и загрызет в любой точке карты с другой стороны и он должен стоять там вот вот единственная надежда это таскающие золото рабочие которые как-то воздвигнуть дополнительную нычку до экспант поставит там кажется что-то закладывается и как только блэйд уйдет нужно срочно уничтожать бурова госу там катапульта постреливает знаете так чинить чинить рабы вы куда вот провтыкали рабочие но ребята рабочие устроили себе выходной сейчас последним издевательским ударом извин волка а в это время в это время была атака по shadow hunter у него кстати не осталось мана на лечение у барсика есть мана на волков ему нужно просто двух волков подправить убить shadow hunter а два волка вызови у тебя наверняка есть мана или нет черту даже без катапульты можно справиться но рабочие да у них 1 мая просто видимо началось внепланово или выходной они себе объявили ну чинить форсира и довольно проблематично рабочим поэтому их можно просто отправить на золото добычу а форсир должен очень очень быстро попробовать убить shadow hunter который там тоже регенит себе ману ну не знаю я не вижу ману форсира еще одна кота ну в этот раз рабочих нужно через мув отправлять за катапульта иначе никаких денег не напасешься на это дело еще один выстрел кота в по блэд мастеру нет стрелять нужно конечно по бурова ну так постреливать потихонечку нот маной если точнее не мана если ресурсы но судя по всему что судя потому что не чинят значит золото требует все-таки починка помимо леса а это значит что остался последний буров это настоящий триллер друзья истинный триллер интрига завешена совершенно невообразимая и так катапульта против бурова за катапульту у нас играют четыре рабочих и барсик против катапульты блэд мастера зеленый и shadow hunter так будет пошел что-то продавать что-то продал не знаю что он там продал может быть снова купил инвулы и сейчас хочет эту катапульту вырезать но этот вул не поможет поскольку у соперника за рабы таскают золото блейду нужно сейчас наверное раньше гораздо нужно было пытаться рабов перерезать добывающих голду а так но видите ну проблема новая катапульта снова появится деньги на нее есть на блэд занимается заработками снова пошел на вольные хлеба чтобы принести хоть какой-то оброк из магазина своим голодающим собратьям а ты забыл взять предмет все на продажу говорят по-немецки ничего не понятно и снова в катапульту хилка нужно обойду до хилка пошла и пошли криты что купил blade не знаю что ничего не купил что-то продал просто продал все пришел папа с заработков ничего я вам не принес ничего не нашел никого в лесу не убил не поохотился милостыню не насобирал и голодные зайчата вот последняя на рано орк строит еще и магазин а вот он на последние деньги магаз заказал ясно понятно не ну каша душа болеет за синего безусловно потому что милосердие и сострадание требует победы пата который мучился в этой игре практически все время хилочка и минус еще одна кота там до 6 левела долго еще терпеть до коли это будет продолжаться и побежал blade master все правильно ему нужно проверить и перерезать рабов и там на них получить 6 левел и это может быть может быть шанс на победу пата господи как же как же он терпит как же он выдерживает ну посмотри дальше пробеги на метр там караван из рабочих таскают запрещенные вещества из шахты ну куда ты возвращаешься какой-то кошмар происходит так не надо не надо лезть под вышки blade что ты делаешь зачем ты хп тратишь пойди убей рабочих ну ну посмотри то он просто пришел проверил экспанда нет а в это время рабочих просто в этот в эту секунду они были на пути к мейну с голдой и он подумал что никакой добычи у соперника нет а думать что уже ничейка в кармане есть поскольку форсиры вряд ли отважиться нападать на два последних здания хотя форсир может вызывать волков но опять же дайте волки они будут дисплейс перед волкером и только давать blade дополнительную экспо когда он врубит блэйд маста блэйд стом по мало не покажется уже никому господи боже ты мой божечки кошечки блэйд мастер куда он побежал он думал что ничка где-то в другом месте он просто побежал карту скаутить кстати много точек которые можно еще в солягу закрепить да ну а барсик вот так по тыкачек по тыкачки по тыковки пытается да не рабочих бей логово бей стреляя по логову стреляй по логову вот блэйд там кого-то нашел не знаю кого не он просто крепится просто выкрепливает дополнительные предметы да у пата идет золотая добыча но этот товарищ он выкрепливает себе да вот они наконец волки в атаке ну наконец-то да диспл тоже пошел эти грамотно расплетел волков ну когда у тебя на контроле три юнита то можно и посплетить их до согласитесь это не так сложно сделать ух какая же веселая игра у нас а какая же веселая игра блэйд мастер экспо не получает но он получает предметы которые можно продавать плюс золото за и вот на это последнее золото вычинивается логово боже как же это конечно как же это все интересно и весело это просто невозможно да блэйд мастер кормит своих бездомных поросяток отправляет деньги вестерн юнионом и на эти деньги на последние ресурсы семья доедает последние крошечки хлеба и так может кстати продлиться еще довольно долго потому что будет мастер с одной стороны там не перебил даже половину крипов на карте с другой стороны рабы продолжает таскать халявное золото из шахты вот что окажется более рентабельным неизвестно и еще одна катапульта и снова не вгрызается blade и там нет до 6 левел еще очень и очень долго нет он его не получит даже если убьет всех рабочих минус катапульта волки так есть немножко еще голды у пата почему не чинит боров не знаю ну будем надеяться что блэйд мастер где-то когда-то допрет что у соперника откуда-то появляется катапульта это значит нужно проверить все таки пробежаться хотя бы немножечко по экспандам и нужно проверить main ближайший main посмотреть но тоже очевидно что рабочие могут таскать голду нет он просто в барсика начинает грызаться барсик куда-то убежал из подвышек валера а барсика не починишь правда до рабочие не могут не могут кирками барсика вас зачинить блэйд мастер тоже волнуется боится потому что винт волка все меньше и меньше там если мана на хилу шедоу хантеру поехали бьем барсука еще один удар хекс и минус барсик и теперь уходим последний последний винт волк и что победа неужели победа потому что денег на воскрешение то у госу нет совершенно и сейчас можно выйти наконец орку с базы и проверить рабов которые таскают голду нету нету денег его там блэйд мастер выходит последняя надежда пата что орк не увидит его его рабочих и он внимание обнаруживает нелегальный караван таскающий волшебное зелье и тут их накрывает таможенная служба и антимиграционная также минус все рабы и сейчас состоится исторический момент вот справедливость восторжествовала под которой страдал которого терзали мучили мордовали всю игру самыми разными способами все-таки вытерпел и выиграл конечно должен был проиграть миллионам разных способов конечно наверное расслабился госу и не стал добивать в какой-то момент отпустил своего соперника но именно ради таких развязок мы и устроили организовали создали эту рубрику best replace дорогие друзья в конце хочу обратиться ко всем любителям нашего нашего проекта 21 выпуск позади х мы их делаем для вас абсолютно безвозмездно на голом энтузиазме и часто слышим в комментариях предложение поддержать нас копеечкой и также услышим просьба о том чтобы выпуске выходили чаще под этим роликом вы увидите ссылки на реквизиты все желающие могут финансово поддержать проект и если это финансовая поддержка станет регулярной то выпуске будут выходить чаще а именно два раза в неделю так что все будет зависеть от вас дорогие друзья спасибо всем за просмотр с вами был бани вур это была жаркая орачи заруба одна из тех редких когда погибает очень много юнитов и на карте совершенно разные герои и совершенно непредсказуемая развязка всем спасибо друзья до новых встреч в следующем выпуске best replace любите играйте в варкрафт и конечно же заходите на наш канал на ютюбе goodgame.ru и мой канал вашего покорного слуги олега бани вура денисова до новых встреч